По-моему, нет у него тут напарников по команде. Из-за станы, из-за станы тоже ряд гонщиков в этой группе есть. По-моему, Луис Леон Санчес промелькнул. Лямпли Меррида также подтягивается. Ну вот она, настоящая, типичная и характерная борьба на Амсу Голдрейс. Разбить группу так, чтобы от нее осталось 5-7 человек, тут практически невозможно. Но вот и так максимальный просев тут уже произошел. Бунагу очень активен, он знает, где нужно находиться на Амстеле в преддверии начала решающих подъемов. Монтагути, Гужар из Ажедузер по-прежнему в этой группе. Хаген очень спокоен, по-моему, понимает. Это был Санхаген, но что шансов не так много у него. Не чувствует он ноги сейчас. Лосада из Катюши в этой группе. И, по-моему, больше представителей российской команды тут нет. Ну, говорил я о том, что для Родригеса эта гонка скорее разминочная. Почему не получилось у Бистрима и Цатевича? Ну, возможно, чувствуют себя не лучшим образом. Почему не старались в Анденбург и Машаду? Возможно, установки такой не было. Ну, не будем сейчас гадать. Давайте посмотрим восхождение на Беммелерберг. 4% средний градиент, максимальный 7200 метров протяженность. И пошли атаки. Очень высокую передачу выбирает представитель ямсайклинга. Орико чувствует себя вполне комфортно. Помимо Хагена в этой группе от Dimension Data Серж Паулсон чувствует себя неплохо. Поэтому Хаген... То, что Хаген сейчас отстает в этом, нет ничего страшного. А вот Вакоч сейчас далековато находится. Все, Хаген окончательно поплыл. И это можно было предположить. Кройцегер пойдет в атаку. Вряд ли кто-то в этом мог сомневаться. Кройцегер знает единственный свой шанс, как можно тут выиграть. И предпринимает рывок Чех. Боюсь, что далеко его не отпустят. Прекрасно понимают потенциальную опасность гонщики Орике. И тут же включаются в преследование. У Кройцегера силы есть. Но в одиночку уходить всегда очень-очень непросто. Но Роман прекрасно понимает, что либо так, либо уже по-другому никогда и никак не получится. Аген отстает окончательно. Сдает смену. Сейчас только, похоже... По-моему, все-таки сдал смену Хейман сейчас. Более крупный план надо посмотреть. Кунагу чувствует себя очень неплохо. И пошла контратака. Похоже, Вэллинс поехал. Внешне очень похож на Тима. Он тоже любит такие атаки заранее. Ох, Кройцегер сумеет ли... Нет, Кройцегер и силы закончились. Даже на колесосе с Вэллинсом он не может. Ну, а Вэллинс пошел достаточно мощно. Вэллинс умеет рисковать. Вэллинс умеет добывать секунды на спуске. Хотя отнюдь не самый лучший специалист даунхилла Тим в пелотоне. Ну, а у Орике сил, похоже, не хватает вести преследование. И Вэллинс получает очень неплохой шанс. Вспомните, да, в свое время такая же яркая атака была у Вэллинса на флэш-валонь. Но тогда завершающий Мюрдэй Уи буквально убил все шансы и все перспективы, все амбиции Тима. Сейчас это более опытный гонщик. Сейчас это ни много ни мало двукратный победитель Энеку Тура. И Вэллинс гораздо более качественно подготовил свою атаку. Получил хороший просвет. Ну и что? Неужели никто не бросится в контратаку? Пока не торопится. 6,5 километров Вэллинсу до финиша. Беммлерберг преодолен. Ну, а у Орике-то сил совсем немного. Вываливают вперед этих с квикстеп. Небольшая паника у подопечных Патриса Лефевера. Тактически они уже провалили северные классики. Но вот разве что на Рубе была у них неплохая идея, неплохой план. И немного бону не хватило до победы. Но в целом ни одной большой победы для этих с квикстепа на северных классиках. И огромный, колоссальный шквал буквально критики обрушился на Патриса Лефевера. Из-за действий команды, особенно на двух главных гонках. Но сейчас нельзя проиграть еще и Ордынские классики. Очень хочет Лефевер усилиями Лефилиппа, усилиями Вакуча или кого-то еще одержать победу. Но пока Вэллинс уезжает. И уезжает очень даже неплохо. Есть у него преследователи. Это один из кончиков лота НЛ Джамбо. Но далеко он не уедет. Далеко не уедет. И, наверное, логичнее было бы сейчас голландской команде выстроиться и попробовать организовать качественное преследование. Потому что уже сейчас 13 секунд с опасией у Вэллинса. И я не уверен, что на Кауберге он станет так, что его проедут насквозь. 15 секунд у Вэллинса. Очень даже неплохо. Да, у Вэллинса есть качество, есть свойство, что его может вот так вот обрубить буквально. Но все-таки это атака не на 20, не на 30 километров. Атака на 8. И, в принципе, такую короткую разделку пролог, даже пускай с Бемлебрегом и Каубергом, может запросто Вэллинс выдержать. Не могу сказать, что достаточно качественное сейчас преследование в исполнении гонщиков этих сквок-степа подтянулось. Астана, понимая, что ситуация становится уже очень опасной. Но если получится у Вэллинса вот так вот выиграть, предприняв решающую атаку на Бемлебреге и в одиночку уехав от всех, это будет, конечно, очень красиво. Но пока все к этому и идет. 19 секунд преимущество гонщика Лотто Сюдаль над Пелотоном. Ну вот минута 19, это уже многовато. Это уже обманывают нас. Будем ориентироваться по старинке. Так, внешне. Ну, внешне секунд 15 действительно есть у Вэллинса. Правда, сейчас очень хорошая скорость. Пошел очень мощный раскат. Альбазини вырывается вперед. И резкое, очень мощное ускорение дает. Даже это не смена атак, а такая внешне выглядит. Очень здорово сейчас Орико отрабатывает. Это если сумеют они довести до ума и сумеют довести до логичного для себя расклада, то есть победы Мэтьюса, вот такую продуктивную работу. Это, конечно, будет очень здорово. Действительно, Орико работает на протяжении всей гонки, начиная где-то от отметки 120 километров до финиша. И до сих пор силы еще остаются. Остаются, но Вэллинс продолжает уезжать. Уже Ажи Дузер впереди. Понимает французская команда, что силы закончились у основных преследователей. Надо сейчас брать инициативу на себя. Три километра до финиша и в районе километра до Кауберга. Ну, по сути, он сейчас уже начинается. Давайте посмотрим. Лотт НЛ Джамбу очень вовремя выходит вперед, так же, как вовремя выходит вперед Петр Вакович. Не совсем оптимальная траектория, но справляются с ней. Слава Богу без падений. Кауберг начинается и для пилотона. Секунд 12, да, где-то тут сейчас нам это и показывает преимущество Вэллинса. Сумеет ли устоять? Сзади сейчас очень мощно пойдут. Да, вот так вот высовываются. Болельщики хотят увидеть своих любимцев. Все-таки невероятной популярностью велоспорт пользуется в Голландии. Вэллинс проезжает, но пилотон уже совсем рядом. Здорово работает лотт НЛ Джамбу. Голландцы действительно активны. Вакович пошел. По крайней мере, появляется он в первых рядах. У Вэллинса остается еще небольшое преимущество, но должны его накрыть. В этот момент Дамьяно Кунэго. Вот это да. Кто бы мог предположить? Дамьяно Кунэго выстреливает. Выбирает широкий радиус, где не так круто Кунэго. Такое ощущение, что оглядывается. Смотрит, что никто за ним особо не хочет атаковать. Добирает Кунэго. Вэллинса пошел дальше. Маленький принц Верона. И как давно мы не видели его атакующим. Смотрится это очень здорово. Миккель Валгрен, по-моему, из Тинькова сейчас также в этой группе. Знаете, нет, конечно же, не Кунэго. Гаспаротто это пошел. И звонит игрок Губер. Похожие формы. Но Энрику лицо, конечно же, мы без труда узнаем. Валгрен за ним. Никто из пилотона не торопится предпринимать контур рывков. Все оглядываются, все смотрят. Все смотрят друг на друга. Энрико Гаспаротто знает, как побеждать на этой гонке. Валгрен вряд ли можно то же самое о нем сказать. Гаспаротто очень качественно сейчас ускорился. Есть преимущество в районе 4-5 секунд. Все спринтеры, в том числе и Мэтьюс, ждут выполаживания. У Ореки еще остается один гонщик в поддержку. Кэрл Валгрен сейчас выходит вперед. Он обладает очень неплохим индивидуальным ходом. Кауберг закончился. Осталась только пологая часть. Удивительно, что Лотос удалит ведет основное преследование. Но я думаю, должны добрать. Может быть, где-то излишне перестраховался Гаспаротто. Потому что внешне казалось, что у итальянца есть еще силы для того, чтобы более комфортное преимущество себе обеспечить. По итогам Кауберга. Валгрен сейчас везет с первой позиции. Но Валгрен везет к победе таким образом. Везет Гаспаротто. Самуэль Санчес показался впереди. 500 метров до финиша тем временем. Вакоч с первой позиции. И никто не хочет работать. Вакоч пошел развозить Алафилиппа. Есть ли он в этой группе? Если честно, не очень. Я хорошо могу рассмотреть. 200 метров. И похоже, либо Валгрен, либо Гаспаротто. Удивительно, но группа их упустила. Гаспаротто вылетает с первой позиции. Валгрен садится к нему на колесо. И Гаспаротто невероятным образом одерживает свою вторую победу на Амстелл Голдрейс. Колбрелли, похоже, третий. Из Бордиани ЧСФ. Расстроен. Да, так и есть. Это Сони Колбрелли. Ну, а Гаспаротто, да, немногие могли предположить, что Энрико сегодня способен вновь выиграть. Тогда, достаточно давно уже, в 2012 году, победа Гаспаротто в рядах Астаны выглядела не слишком логичной. Но сейчас в рядах Вонти Групп Губер от Гаспаротто вряд ли кто мог подобного ожидать. То есть, разумеется, по традиции он числился в числе фаворитов. И многие говорят, что Гаспаротто обязательно должен быть в десятке. Но победа, причем победа, уехав с Николом Валгреном Андерсеном, наверное, это несколько неожиданно. Валвантис, а мы на пикола спадра.